Да, в такие моменты ты чувствуешь себя плохой мамой. Когда ребенок говорит, мама, станьте, посмотри, я ныряю, щучка, не щучка, а ты развернулся и пошел работать. Вольной походкой, летящей вдаль к рабочему месту. Так что как-то так. Что сделаешь? Кто-то должен работать. Смотрите, ребятки, стоит. О, какой ты сильный, я тебя всего двумя пальцами держу. Сейчас я тебя целой рукой буду держать, все. Не пускай его к машине, а то мы же к бамперу лезем. Готов уже, готов гулять, все. Едем, пятница вечер, дорогие мои. Едем гулять. Максим остался у друга, не захотел. Что ты? Прошу, сударь, ваше место готово. Ты так рвешься туда, если ты там еще так сидел, что туда рвешься. Возьми, пожалуйста. Визжание, спуление. А что ты думал? Ну, какой интересный друг. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, это будет очень интересное видео у нас, потому что в этом видео я буду показывать не только то, где мы гуляли в ту пятницу, но и еще будет немножко интересно в плане того, что я поотвечаю кое-какие ваши вопросы, которые вы пишете под видео, и этих вопросов уже накопилось. Вот, начнем с первого вопроса, пишет мне молодой человек, как я понимаю, пишет спасибо мне за видео, пожалуйста, а затем хочу спросить вас, планирую поступить учиться на QA инженера, но самая большая проблема в том, что я не знаю английского, так ли важно это? Первая часть вопроса. Да, у меня не было хорошего английского, но у меня было понимание, то есть я что-то понимала на слух, но английский был очень слабый, я много переводила после урока, вы, наверное, слышали все в моих видео, терпение и труд все перетрут. Английский такая штука, что он учится модально по сферам, где ты его юзаешь, используешь этот английский, то есть если я использую определенный набор слов, которые обитают у меня только на работе, тогда вам необходимо знать эти слова. То есть если я пойду, допустим, к доктору, ну, к примеру, у доктора я тоже нормально изъясняюсь, то мне будет уже сложнее, допустим, я не буду знать какие-то специфические слов, которые нужны и относятся именно к визиту доктора. Так что какой мой совет? Не сдаваться, идти учиться, параллельно как я учить слова, вот, необходимые вам, как я рассказывала в своем видео, что после первого же урока у меня была целая страница слов, которых я не знаю. И еще хочу подметить, что помимо самих курсов Портнова, на тот момент и на нынешний момент я еще и училась и в колледже. Так что английский у меня с этими двумя обучениями он рос. Надеюсь, это ответ на первую часть вопроса. Ну, а счет второго вопроса. Второй вопрос, правда ли то, что это самый легкий путь в IT, то есть обучение стать к ее инженерам, это самый легкий путь в IT, войти, войти. Сейчас отвечу на этот вопрос, нет, я так не считаю, что это легкий путь. Машина слева, машина справа, что он такой, люди, люди, дети, это, самый... Диковатый наш. Шоки малость. Меня машина окружает. А? Меня машина окружает. Так. Слушайте. А, да. Вот она же дикость, приехала погулять. Будем смотреть, как будет спускаться. Нет. Ты пока что в шоке? На папе едешь. Я пришла, пришла, пошли. Взяли монстра с собой. Ребятушки, не получается у меня назвать легким путем войти, войти тот путь, который я прошла. Четыре месяца изнурительной учебы, месяц изнурительной практики, зубрения каждый практически день до двух, до трех ночи. Очень сложный экзамен, который необходимо было сдать. И после этого еще сложнее вопрос в поиске работы. Я не знаю, какой путь там считается легким. Легкий путь войти, войти. Как по мне, это не легкий путь войти, войти. Это наш единственный путь, потому что дальше к юэй инженеров идет автомейшн и идут сами бэкэнд, фронтэнд инженеры. Это уже вообще немыслимое за гранью. Это надо хорошенько поучиться. Поэтому это не легкий путь войти, войти. Это единственный путь для нас, эмигрантов, войти, войти. Вот это будет сказано правда. Вот так он в немаленьком шоке. Победой путь, да, фарбос? А ты на сам. Проверяет, останавливается, всегда проверяет, кто бы не вел. Это тоже правда в Америке, ребят. Тут тоже такая травка на колодце. Ну что-то. Ну и отвечу на последнюю часть комментария. Что если вы вообще ничего не знаете про ИТ, но хотите попробовать? Так юэй инженер будет самый легкий способ. Ну про самый легкий способ мы уже поговорили. Легких способов не существует, как по мне. А насчет первой части вопроса. По большому счету я тоже ничего не знала про ИТ. Вот как пришла на первые занятия, так я и начала узнавать. Сейчас ничего, работаю уже полгода. Поэтому насчет того, что вы ничего не знаете, не стоит бояться. Хотя я бы дала совет, что необходимо подготовиться немного. Если бы я сама себе сейчас давала совет, то я бы смотрела какие-то видео уже, которые будут про это. Какие-то бесплатные курсы, еще что-то. Чтобы немного быть в курсе, когда преподаватели уже об этом говорят. Они, вот ты первый раз про это слышишь. Это гораздо сложнее понять, нежели если бы ты немножечко прослушал что-то заранее. Вот так бы я ответила на этот вопрос. Не страшно, что вы ничего не знаете. Не страшно, что у вас плохой язык. У вас все получится. Но я никогда в жизни не назову это легким способом войти-войти. Никогда, ребят, после того, что я пережила. Даунтаун. Вот по такому. Ты нам сейчас расскажешь об этом. Я не знаю. Не знаешь? В переводе нижний город. Ну да. А чтобы это узнать, что они не знают. Что-то какое-то гостишка какая-то, что ли. Вольдей. Наверное. Сейчас девочку купать собрался парень. Какое интересное. Я хочу сказать. Ну да. Задумываться. Пап. Да, у тебя ассоциации, да. У меня фантазия небольшая. Хоть признаешь. Не уехал. Опустим подробности о статуе. Барабасня тут, наверное, поинтереснее, да? Барабасня тут льет этим от этого. От поливалки. От поливалки ему. Интересненько. В панде. Наверху где-то. Потому что это Мэйсис. Следующий вопрос, который мне задали под видео. Вы нашли удаленную работу или в офисе? Я работаю удаленно из дома. Пятидневка у меня. Ну и вообще IT, да еще и из дома, это такой плавающий график. У тебя есть задания, которые ты должен закончить. Тебе нужно наблюдать за экраном, за митингами. Но в принципе самое удобство в этой работе то, что ты можешь отлучиться и, собственно говоря, к доктору сходить или еще что-нибудь. Понятно, что не просто лежать на диване звездой и не работать, а сделать какие-то нужные себе дела и вернуться, закончить свою работу. Естественно, ты овертайм получишься, останешься, ну в смысле после, не овертайм, неправильно выразилось, а после рабочего времени, чтобы закончить свои дела. Вот это вот как-то так. Следующий вопрос, я заранее прошу прощения, у нас собака играет. Следующий вопрос, достойная ли у вас зарплата? Очень достойная, ребят. Вообще в IT достойные зарплаты. Нигде столько практически не зарабатывают, только в медицине и в IT. Такие зарплаты как тут платят. Так, ребятки, вопрос у нас не только про IT, а вообще в принципе, которые нам задают. Все, которые комментарии открывают, я знаю, что я не отвечала, говорила, отвечу в следующем видео. В следующем видео отвечаю. У меня спрашивают, вы подавали на ипотеку для приобретения дома или нет еще? Мы не подавали на ипотеку. Те видео, которые вы видели с тем, что мы смотрим дома, это просто мы посмотрели, что за такую цену, которую тут у нас, да, в среднем. Меньше 500 тысяч ты не возьмешь дом, в лучшем случае ты возьмешь за 500. Мы просто поездили, посмотрели, есть ли вообще выбор, потому что, когда слушаем наших друзей, мы слышим только, что тут развалюхи в Калифорнии за 500 тысяч, корча. В общем, избушка на курьих ножках, кучу денег еще вкладывать и всякое такое. И развеяли для себя этот мир. Много очень хороших домов. Я не все выставляла в интернет, которые мы посетили дома. Поэтому купить дом реально, но только за такие большие деньги, конечно. И почему мы именно смотрим вторичку? Потому что у вторички, ну, в смысле, уже жилье, которое было в употреблении, да, ну, в смысле, до него жили люди, в этом жилье, не новострой. Потому что у новострой практически нету двора, вообще нету двора. А мы все-таки хотим двор, потому что эту часть нашей жизни вы никто не знаете, да, когда мы жили дома, то у нас была дача с большим участком, и на этом даче мы строили дом. И Виктор Николаевич, прошу прощения, у нас очень такой огородник. Я, например, еще в земле не ковыряйся, а вот он, да. Я все, что он выращивал, консервировала, но участие в выращивании не принимала. То есть он и теплички ставил, и деревца сажал, и цветочки у нас были. То есть, понимаете, это для нас очень критично, чтобы был кусочек земли, потому что Витя у нас очень любит в этой земелюшке ковыряться. Кроме того, у нас еще собачка, вот. Ну, и еще до кучи то, что я тоже люблю на улице посидеть. Хорошо бы, чтобы был столик и проводить время на улице, потому что реально вот иногда просижу весь день в доме. Так можно было бы в собственном дворе как бы поработать, отдохнуть. В общем, вот почему мы смотрим именно вторичное жилье. Ребятушки, еще был вопрос про колледж, и хочу на него ответить. Там спрашивали, учимся ли мы до сих пор, на кого учимся, и в общем, как что. На канале есть отдельное видео про колледж, ничего не изменилось, так же мы тому учимся. Мы берем классы английского языка, то есть что туда входит, reading, writing, grammar, и берем сопутствия на предметы по специальности. Моя специальность это computer science, что, не знаю грубо как перевести, если дословно, то это компьютерные науки, а, наверное, все-таки будет информатика на русский язык перевести. А Виктор Николаевич у нас учится на пожарного инспектора. Учиться нам еще долго и нудно, пока что колледж набросили. Надеюсь, что это будет достаточный ответ. Еще есть вопрос по поводу, чтобы я сняла кусочек своего видео про рабочий день. К сожалению, я не могу этого сделать. Все мы связаны с соглашением о неразглашении. Я нахожусь дома. Единственное, что я могла бы показать, что я там делаю или еще что-нибудь, но я не могу этого сделать, потому что я подписала документы о неразглашении, и все это считается тайной. Так что особо показывать, так сказать, и нечего, чем я там занимаюсь дома. Что еще хочу сказать? Хочу сказать отдельное спасибо Марине Фролову. Надеюсь, правильно произношу. Фролова, потом Надежде Рыжиковой, потом Наталья, у меня есть подписчица, отдельная Шумилова. Отдельное спасибо. Спасибо вам большое, что вы мне пишите комментарии по-доброму. Вы всегда со мной общаетесь. Я вам очень благодарна за это. И надеюсь, если вам такой формат видео понравится, то я буду почаще снимать и выкладывать. Так что пишите свои вопросы, которые у вас есть. Время от времени я буду делать вот такие вот видео с прогулкой и отвечать на ваши вопросы, кому понравится. А, еще есть вопрос про то, когда, забыла на него ответить, когда мы собираемся вообще этот прыжок с покупкой дома делать. Собираемся мы это делать как минимум через год. Вот. Как только все свершится, я буду снимать заранее видео, не буду выкладывать, пока все не получится. Но когда все свершится, уже будет куплен дом, то мы обязательно выложим видео, и вы обо всем узнаете, как говорится, из первых уст. Знаете, что я болтушка, все вам расскажу обязательно. И у нас есть еще одна новость. Сейчас у нас запущен еще один процесс, и скоро кое-что в нашей жизни может измениться. Про это тоже расскажу, как только дойдет до завершающей стадии это все дело, то, что мы сейчас проходим с юристами. Вот. И расскажу, получилось или не получилось обязательно, и про что интрига-интрига. Пока что дальше вам рассказывать не буду. Смотрите новые выпуски, и вы все узнаете. Конечно, ребятки, у меня много работы, иногда видео идут с задержкой, даже в две недели где-то с задержкой. Но, к сожалению, приоритеты такие, что нужно зарабатывать денежку, потому что мы помогаем родным на Украине. Поэтому извините. Незлительность на нас очень. Мы вас всех любим. обнимаем и прощаемся всем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok